После запуска основного ярлыка программы с рабочего стола перед пользователем раскрывается основное окно программы ChessBase. Сверху слева будут расположены стандартные вкладки – файл, правка, вид, инструменты, окно и помощь. Чуть правее будет находиться панель инструментов. Это быстрый запуск некоторых функций. Также в левой части расположено окно папки. По умолчанию пользователь находится в директории моей базы, и большую часть времени работы с программой он будет проводить именно в этом разделе. Также особое внимание следует обратить на раздел «Хронология», в котором будут сохраняться резервные копии просмотренных файлов. И это очень удобно, потому что в случае какого-нибудь случайного удаления нужной базы или какого-нибудь другого файла или партии, в нем часто можно будет найти ее копию. Нужно будет просто туда заглянуть и найти файл с соответствующим названием. В самом низу, в левом углу расположены иконки, предназначенные для поиска, а также игры в интернете с другими. Для работы в ChessBase они обычно не требуются. Правая часть экрана поделена горизонтально на несколько частей. Сверху будет отображаться выбранный вами раздел «Мои базы». Вначале в нем обычно отображается только одна текущая база, которая называется «Буфер обмена». И эта база автоматическая и работает как буфер обмена при копировании партий. Снизу расположено окно папки «Обзор базы». Также пользователь может настроить расположение всех окон, как ему удобно, или вовсе закрыть некоторые из них по его усмотрению, которые не будут использоваться далее. Хотя рекомендуется оставить изначальные настройки все как есть, отрегулировав лишь ширину. И если вдруг какое-то из окон было случайно закрыто, и его восстановить можно на вкладке «Окно», поставив соответствующие галочки в маленьких квадратиках. Частью программы также являются эншпильные таблицы Налимова, которые вещь довольно полезная, но может быть не настолько нужная для ежедневного пользования, потому что с их помощью любой движок может выдать конечную оценку позиций, если вы того захотите, но при условии, что на доске осталось не так уж много фигур. Сами файлы этих таблиц могут занимать определенное место на жестком диске. Если это касается пятифигурных партий, то тогда это может занимать более 6 гигабайтов. Если же это относится к шестифигурным партиям, то может занимать более 90 гигабайт. Поэтому прежде чем занимать такое количество места на жестком диске, подумайте. Возможно, вам удобнее будет пользоваться ими в интернете. После запуска основного ярлыка...